Газета «Сушка» Гомельского Державного Технического Университета имя Сухого означила свое 20-ти годы. Наш корреспондент Ганна Ковалева высветлила, как началась история одной из самых успеховых студентских газет Гомельщины. Что она уявляет собой сегодня и как склались лёсы тех, чьей рукой были написаны первые стороны выдачи. Житё в НУ, науковые новины, фоторапортажи, анонсы главных мероприемств и многое иншее. На 16 полосах самая яркая и цикавая. Студентская газета с потешной назвой «Сушка» мая довольно серьезный спис узнагород и досягнений. За 20 годов она не раз была признана лепшим выданием в своем роде. Причем в масштабах всей Украины с момента заснования до выпуска газеты приклали руку больше за тысячу студентов. Сю нежно працаванный за 20 годов имидж потребляют два редактора и 10 человек – фотографов и корреспондентов. По профессии это будущие инженеры, программисты, маркетологи и экономисты. Однако не глядя на выбор техничной специальности, усеяны уже зараз робят упыльненные кроки у журналистацы. У нас постоянно идет развитие в газете, мы постоянно привлекаем новую кровь, новые идеи в газету. Студенты приносят всегда идеи нам интересные какие-то. Мы всегда работаем на одной волне со студентами, с нашей молодежью. Цекало, что минавито студенты, когда и выступили из идеи створения этой газеты, там у тебя первое поколение редакций, так и история Сушки ставится с великой повагой. До этого часа тут заховали самый первый номер газеты. У адреснини от сучасной Сушки он черно-белый складается у себя с двух сторонок. До речи есть масса прикладов того, как за 20 годов студентские газеты меняли назву. За этот час изменилась назва и самого университета имя Сухого. А вот имя газеты, которую створили в его стенах, засталось и первопочатковым. Хоть на момент створения и было несколько вариантов. Спрашивают, почему Сушка? Потому что мы тогда гордились своим брендом знаменитого авиационного строителя Павла Сухого. И поэтому это СУ пришло сразу. Добавления там разные были или варианты разные были. Даже мы что-то выпускали, кто-то предлагал, давайте совсем студенческое, Сухарик. Но потом, когда подумали, мы все-таки тиражируем не только для себя. Поэтому остановились на Сушках. Теперешний коллектив газеты не только занимается журналистской праце, а и изъявляется инициатором молодежных конкурсов и акций. В уголе все головные студентские мероприемства проводятся минавито Сушкой. Сегодня газета уже вышла за рамки традиционного другованного выдания. Она стала серьезной и творчей пляцовкой. А для кого стей стартом в будущую профессию? Наглядный приклад – Ирина Чернявская. Девчина Калистии сама училась в техничном университете имя Сухого и сегодня могла быть поспеховым инженером-механиком где-нибудь на лицейной вытворчасти. Але лез распорадился инакш и поплывала на гэта якраз таки газета Сушка, редактором якой Ирина и была у студентские годы. Сегодня яна уже вядома журналист, намесник головного редактора газеты «Гомельские ведомости». Хотя кажется, что такое студенческая газета, для кого-то это просто вкладыш. Я сама училась в университете Сухого и для меня учеба просто так учиться – это было скучно. И, наверное, именно Сушка меня и привлекла. Она разнообразила жизнь студенческую, раскрыла во мне многие творческие потенциалы. У нас была достойная хорошая команда, мы до сих пор общаемся. Многие люди благодаря Сушке понаходили семьи. И это очень тоже трепетное и важное для нас было. Ну и пожелать не останавливаться на достигнутом, продолжать побеждать, как мы и раньше побеждали. И радовать университет, находить достойных людей и развиваться. Ганна Ковалева, Ялгин Макеенко, отели Радо, компания «Гомель».